Всем котятам и кискам пис, с вами директор. И я сделал небольшую кастомную карту для своих подписчиков, чтобы они могли испытать себя и свои знания в Don't Start Together. Главная цель такого ивента в том, чтобы сделать домик свина. И, конечно же, не погибнуть. Но не всё так просто, как кажется. Я уже показал небольшой лабиринт, который вас приведёт к сумке, в которой лежит кое-что полезное для дальнейшего прохождения. Здесь есть свиньи, здесь есть энд, который ходит. Также здесь есть научная станция и актимическая машина. Также запрещено, конечно, ломать. И, как мы видим, очень много пауков. И всякого-сякого, конечно, мусора здесь тоже очень много, что мешает сосредоточиться на важной цели. А важная цель — это дом свиней. Итак, давайте же приступим. И поймём, как я проходил этот мой небольшой же имид. Начнём с того, что мне нужно будет пробежать через большие, тёмные, ужасные щупальца. Весь этот лабиринт. И главная самая цель — здесь просто не останавливаться. Если я остановлюсь, я. То это будет конец. Итак, когда мы дошли до сумки, в сумке у нас лежит тулицитовая балова. Дальше 10% топор. Я прошу внимания заметить на прочность. Дальше есть кирка, лопата. И зачем-то нам здесь нужно будет теневое кадило. Только вопрос, зачем? Когда мы успешно взяли сумку и не погибли, то нам нужно начинать с Энта, соответственно, его убийством. Я думаю, это будет несложно, но у кого как. И после убийства Энта нам выпадают жилые пинки. Ну и дальше я должен нафармить кучу мяса. Очень-очень много мяса. И для этого здесь и нужны паучки. Дальше для домика свина нужно будет нам 4 доски. А это значит 16 бревен. Хорошо. Мы сначала освобождаем всех свиней из этого маленького загона. Даем им мясо, чтобы они с нами подружились. И делаем несколько тычек по дереву, чтобы свин начал рубить это самое дерево. И все остальные. Тем самым образом мы и накопим все 16 бревен, чтобы сделать 4 доски. Осталось просто только дождаться. Также у меня есть лопата, чтобы выкопать пеньки, что сэкономит очень много времени. Отлично. С досками мы разобрались. Теперь остались жопки свиней. Итак, за 20% шансом, если мы просто убьем свинью, то с нее выпадет жопка. Можно обойти этот способ и выбить жопку со 100% шансом, если просто накормить мясо монстра свинью. Соответственно, свинья станет оборотнем, и после этого выпадет жопка. Отлично. Жопками, я думаю, все здесь понятно. Все здесь легко и просто. Но, как на мой взгляд, я думаю, не сильно сложно я сделал такой еминт. Вот. И остается только нам добыть каменные блоки. Вот здесь нам, кстати, и пригодится теневое кадило. Если кто не знает, то с теневого кадила выпадает целых два каменных блока. Но, чтобы сначала разрушить теневое кадило, нам нужно сделать посох, разрушение. Все очень логично. Которое состоит из топлива ужаса. Но сначала нужно нам опустить рассудок. И когда мы опустим рассудок, придут ужасы, мы их убьем и получим топливо ужаса. Опускать рассудок можно, получается, выкапыванием могил. Либо здесь я везде понатыкал зеленые грибы, которые отнимают целых 50 рассудка. Это очень имбово, конечно, и очень полезно именно в этом и виде. Но, так как я катаюсь за Вигу, она, к сожалению, не ест овощи. И поэтому мне просто приходится ходить по щупальцам, чтобы опустить себе рассудок. Как вы видите, здесь полно полным статуй. Из них две статуи с зеленым самоцветом. Мы их и сломаем. Плюс мы еще убили в самом начале Энта. С него мы получим живые пиньки. Уже получили. И осталось дождаться убить ужасов, чтобы получить 4 топлива ужаса. Топливо есть. Здесь статуи ломаем, получаем зеленый самоцвет. Их нам нужно 2. Также ломаем вот этот булыжник, с которого выпадет 5 целых камней. Он здесь единственный на карте. И все, и после этого идем уже заканчивать. Делаем посох. Выкидываем теневой кадилы с помощью посоха. Ломаем. Да, действительно, 2 каменных блока у нас выпадает. После этого мы крафтим еще один дополнительный блок, 4 доски. И все. Все готово, чтобы построить домик свина. И на отведенное специальное место мы его и поставим. Тем самым мы закончим этот ивент успешным прохождением. А как вы думаете, смогут ли подписчики справиться с этим ивентом? Давайте глянем. Ё-моё. Так, благо меня Энд не атакует. Так, ох, ё-моё, здесь много всего. Итак, еще раз, самая главная цель этого ивента это построить домик свина. Также каждому подписчику я дал по 3 попытки. И если подписчик погибнет, то, соответственно, попытку нужно начинать заново. Вот и все, вот такие вот правила. И давайте посмотрим на его попытки. Ну, это уже понятно. Извините. Так, как цель построить хижину, то нужно 4 доски вроде бы, да? Так как прочность всего 10% на топоре, будем выкапывать пни. Можно пробовать сломать свиней. Так, из них падает, да, только эта. Ммм, она не подходит. Я никогда так не тупился в своей жизни, боже. Топливо не падает с Энто, соответственно, мне надо как-то понизить рассудок. Как мне понизить рассудок? Так, понизить рассудок мне нужно... Но что мне нужно... А-а-а-а, я понял, кажется, или нет. Короче, мне надо сделать амулет, чтобы стоимость крафта была в 2 раза дешевле. Ё-моё, мясо дропнулось. Со свиньей дропнулось мясо. А-а-а, если... Он в оборотне будет... Нет, до 2 оборотней убить. Все Так, сколько топлива? Два топлива надо Или три, или четыре Если четыре, то мне опять придется полчаса стоять Понижать рассудок Бежим, бежим Во имя Вигги, во имя всего святого Так, так как я перфекционист Надо поставить ровно по центру, вот так Ура, все, спустя полгода Вот и новое мясо Мне очень понравилось записывать это видео с Максом Он очень патитинный молодой человек Очень много размышлял И двигался в правильном направлении Считал математические кредиты, расчеты Делал очень, очень классно С ним было записывать Я хочу отметить, что он полностью прошел в испытании Даже не так, как мною задумывалось Но он с помощью амулета строительства Все-таки смог сделать это дом с вина Так что ладно, попытка засчитана Двигаемся дальше к следующему подписчику Гейлдор встух А, он съел с жопы этих Жопы свиней Он съел, а Ну и короче, более-менее разработал тактику Надо сразу же только забрать эту Рюкзак Дальше забрать жопу свиней Пока его не съели пауки Вот И сломать камень А дальше уже посмотрю Еще надо это А, точно, там был зеленый гриб Я с помощью него опущу рассудок Наформлю топливо Сделаю себе амулет, чтобы дешевле сделать дом свиней Вот И еще что-нибудь придумаю там И короче, все Накормить их мясом монстры Там бы гарантированно выпало Да, точно Как я что-то сразу не догадался Надо было так и сделать Да, откат Все, я продумал полностью план Я готов Акацука догадался, что лучше всего сделать домик свинь Там через амулет Строительство Поэтому Как добыть Мясо Шкуру Свиньи Он все это знал Все это понимал Осталось лишь Только все это сделать Но Даже два кошмара сразу появилось Фортануло вот это А, все Они Меня в деревьях зажало И все Там не смог пройти Капец Да Почти все идеально Но не фортануло Че-то из-за деревьев Зажало Следующий подписчик взял Вортекса И Что здесь Очень удобно Потому что Он может ТПшиться И допустим Обойти Весь этот лабиринт Не получив Ни одного дамага Но Очень странно Он начал Используя Десятипроцентный топор Начал рубить Даже Большое дерево Просто не подумав Все И остался без топора Соответственно Эта попытка Уже Он так же Не понимал Как Нужно добыть Доски Свиные шкоры Или каменные блоки Поэтому Написал Что я туплю И В итоге Вообще Сдох От щупальцев И так как Он играет За вортекса Он может ТПшиться К этой сумке Но Он почему-то Предпочел Просто пробежаться По этому Лабиринту И Сдохнуть Что Очень Странно Вот Такая Попытка У него А Следующая попытка Началась С того Что он Срубил Небольшое Дерево И Получил Несколько Брюган Опять Опять В том же Месте Опять Использовал Топор Не так Как нужно Ну а Дальше Он просто 10 минут Бегал Туда Сюда И В итоге Написал Что он Сдается Я думал Что лабиринт С щупальцами Он будет Самым Легким Для Прохождения Но Почему-то Очень часто Много Людей Погибает Даже Кто Катает За вортекса Не может Просто Тпшниться Это Очень странно Ладно Я Плох Интересно Я Смачно Или Сейчас Обдристался Ну а Дальше Он взял Вуди Чтобы Своим Топором Люси Сробить Все Деревья И так Нафрамить Доски Конечно Умный Ход Но К сожалению Он даже С пауками Не смог Справиться Гэгэм Мне стало Очень жалко Его Я дал Еще Одну Попытку Ему И он Взял На этот раз Вольфганга Чтобы С легкостью Убить Энта Чтобы Пауки Не Составляли Никакой Ему Проблемы Но К сожалению Он Не смог Даже Справиться С Лужицами Ну Все Я Не смог Построить Не Не Получится Но Мне Очень Жалко Его Было И Поэтому Я Еще Пятую Попытку Ему Добавил Я Ему Подсказал Абсолютно Все Что Нужно Будет Сделать Но Даже С Этими Подсказками К сожалению Он Просто Откинулся Ну И С Пятисотой Уже Попытки Потому Что Мне Не Чем Было Тогда Заняться Мы Все Так С ним Добились Чтобы Он Прошел Это И С Делал Наконец То Этот Чертов Домик С Эльвина Ура Победа А Можно Я Зарежу Опа Все А Нифига Это Я Не Ожидал Что Там Будут Вещи Раз Два Три Раз Два Три Раз Два Три Боже Как Сложно Я Убивал С После Разрушения Ломает Предметы Они Подумал Сначала Другому Потом Почему На бабки Не получилось На нем Нет Раз Два Три ну а следующий подписчик также почему-то погиб от щупалец а со второй попытки он погиб от ну из последней попытки он взял даже вегу и к сожалению с этой также попытки он не смог справиться с обычным трендом это очень конечно печально ой больно и много больно и не знаю вообще что он и я привык эти молотом ломать они что сейчас выбегут они на это побегу о молодцы смотри каких-то 3 какие молодцы за меня работают и делают не поймал раздел для бука ну да они сами не трогать чипов тоже еще и паук сажал ладно и в заключение хочу сказать только несколько человек согласилась пойти такое испытание конечно это было весело за ними наблюдать но все равно только два человека смогли это пройти это с большими подскрасками на самом деле это один прошел не так как я задумывал а второму я дал миллион попыток но мне очень бы хотелось чтобы нашелся тот человек который бы смог пройти без единой подсказки ладно я понимаю что скорее всего ивент супер сложный если большинство подписчиков даже не знало как сломать забор без молота и в следующий раз я сделаю обязательно полегче испытания чтобы все могли пройти не так супер сложно как это на самом деле оказалось вот добавляйтесь в дискорде там я обязательно оповещу вас о начале нового испытания и каждый кто пожелает может просто написать мне и соответственно поучаствовать в этом будущем новом испытании а пока что в эту субботу состоится турнир по don't start to get если ты хочешь принять участие то пожалуйста добавляйся в дискорде и записывайся на сам турнир а на этом у меня все всем спасибо и удачи